25 мая 1914 года в Рострёпинском саду на Оренбургской улице собралось свыше полутора тысяч детей. Все они были разделены на 10 групп, каждая из которых имела свой флаг и руководителя от общества народных университетов. А вот для чего все они сюда пришли, мы вам сегодня и расскажем. Мы выходим из ворот, видим на прогулку, дружным шагом сад идет вдоль по переулку. Итак, 25 мая 1914 года в Самаре состоялось официальное открытие летних детских садов этого сезона. Один из таких садов размещался на углу Оренбургской и Уральской улиц в бывшем Рострёпинском саду. Теперь он принадлежал Альфреду фон Вакана, и Вакана уже не в первый раз сдавал этот сад на целое лето юным самарцам. Находившийся вот на этом месте Рострёпинский сад представлял собой ровную, почти квадратную площадку. Каждая сторона которой равнялась 35 сажениям. В центре сада росло несколько яблонь, а по периметру он был обсажен другими деревьями, которые образовывали как бы круговую аллею. В саду имелась избушка для хранения книг и игрушек, два навеса и некоторые другие приспособления. Разделив пришедших на открытие сада детей, на время молебствия поставили вокруг священника. По окончании молебна священник обратился к присутствующим с приветственным словом, пожелав всем детям успехов в занятиях, которые будут проходить под руководством опытных педагогов. На молебствии присутствовали городской голова Пермяков, председатель общества народных университетов князь Кугушев с супругой, председатель секции наглядных пособий горбунов и родители детей. Празднество продолжалось до самого вечера. А уже на завтра в Растрепинский сад спешили те, кто ждал от лета 1914 года только всего самого хорошего. Теплой погоды и прекрасных новостей. Оренбургская улица, на которой располагался Растрепинский сад, когда-то находилась на самой окраине города, где было сосредоточено, как писали газеты, самое невежественное и отсталое население Самары. Но это совершенно не мешало саду быть любимым самарцами. Уже к середине лета количество его посетителей существенно превышало количество посетителей других детских летних садов. Пыльно и ветрено на улице у города, писала летом 1914 года газета «Голос Самары». Светлым оазисом является в эти дни зеленая лужайка гостеприимно открытого бывшего Растрепинского сада. Здесь полным-полно детворы. Вот группа мальчиков играет в кегли, а девочки с вязальным крючком расположились в тени деревьев. Вот, положив голову на колени сестренки, вяжущей кружева, спит крошка лет двух. Здесь везде небольшие группы, соединенные общностью интересов, или около меча, или около кеглей. А на куче песка в углу обширного двора копошатся малютки двух-четырех лет. А вот более взрослые дети усели за столом и рисуют цветными карандашами. Рисуют преимущественно домики, а возвращая рисунки руководительницы, просят непременно подписать их, опасаясь, чтобы кто-нибудь не присвоил себе их художество. Рисуют здесь и акварельными красками также морковь, репу, вишню. И все довольны до невероятности. Еще два летних детских сада были устроены на даче Суботина на Петропавловской площади и возле его же дома на Преображенской улице. Первый из этих садов представлял собой прямоугольник, разделенный аллеями акаций на три равные части. В саду имелось много деревьев и кустарников. Для столярничания был устроен специальный навес, а вот рукоделием можно было заниматься на веранде дома, к которому примыкал этот сад. Руководительница сада, как могла, увлекала его посетителей самыми разными играми и занятиями. Так, однажды здесь была предпринята постройка игрушечной церкви, которую сооружали из маленьких кирпичиков, формой для которых служили спичечные коробки. Интересно, что в этом занятии приняли участие даже те дети, которые наотрез отказывались участвовать в других развлечениях. Полюбились посетителям сада на Петропавловской площади игры с пением, аккомпанировать которому взялся любитель, приходивший сюда играть на скрипке. И если вначале он бывал здесь нерегулярно, то потом согласился принять вознаграждение от города 10 рублей в месяц и стал бывать здесь почти каждый день. Интересно, что одним из постоянных участников этих сеансов пения стал посетитель сада, мальчик лет 10, который не мог более сосредоточиться ни на каком занятии и довести до конца какую-либо игру. Он приходил на сеанс пения, занимал самое видное место и глаз не сводил со скрипача и скрипки. Пел даже не зная слов песни, и ничто на свете не могло его отвлечь от этого дела. В июне 1914 года секция детских садов Самарского общества народных университетов обратилась в Самарский биржевой комитет с прошением, в котором сообщалось, что детские сады общества функционируют в Самаре уже в течение 6 лет и обслуживают преимущественно городские окраины, где дети чаще всего видят примеры грубости и разнузнанность со стороны самарских горчичников. Здесь, в этих садах, собираются дети трудящегося бедного люда, кухарок, извозчиков, прачек, которые не только лишены разумного воспитания в семье, но и часто являются там помехой. Обращаясь к биржевому комитету, секция попросила о поддержке детских садов, и об осигновании на них какой-либо суммы. Биржевики, обсудив этот вопрос, признали, что детские сады, как мера к оскоренению хулиганства, заслуживают самой широкой поддержки и внимания со стороны общественных учреждений, и осигновали в их пользу 100 рублей. Другой субботинский сад находился возле его дома на Преображенской улице и представлял собой покатый квадрат, каждая из сторон которого равнялась 25 сожжениям. В этом саду имелось довольно много кустов, два навеса и помещение, в котором хранились книги и игрушки. В этом саду, как и в саду на Петропавловской площади, также имелся водопровод, и в особенно жаркие дни сад поливался. Число посетителей субботинских садов было различным. Если в саду на Петропавловской площади в день иногда бывало до 1000 человек, то в саду на Преображенской улице от 200 до 500 человек за день. Вести более точную регистрацию посетителей было делом очень затруднительным. Приходилось несколько раз в день подсчитывать количество посетителей и брать средние числа. Что касается контингента двух садов субботина, то он был весьма различным. Если здесь, на Преображенской улице, это были дети зажиточных родителей, среди которых даже можно было встретить учащихся средних учебных заведений, то на Петропавловской площади это были дети улицы, которые нередко становились свидетелями драк и преступлений. Соответствующей была и дисциплина в этих двух садах. Что касается дисциплины, то было замечено, что чаще всего нарушали ее не малыши, а более взрослые дети старше 11 лет. Нарушали дисциплину и посторонние, которые приходили сюда для того, чтобы мешать занятиям. Часто хулиганов приходилось удалять с помощью сторожей, но иногда они вступали в борьбу с последними и бросали сторожей камнями. Но почти во всех садах города наблюдалось явление, приводившее в отчаяние. Руководительниц этих садов ни в одном из них не удавалось примирить детей разных улиц и районов города. Гораздо проще оказалось даже примирить детей с сыноверцами. А вот если субботинцы одного сада встречались где-нибудь на прогулке с субботинцами другого, можно было не сомневаться, битыми будут и те, и другие. А мы между тем возвращаемся в Растрепинский сад и вместе с корреспондентом «Голоса Самары» наблюдаем за происходящим в нем летом 1914 года. Вот перед нами стеклянная галерея, писала газета. А в ней девочки под руководством преподавательницы рукоделия учатся по конве вышивать крестом, вяжут крючком кружева, делают углы для наволочек, вышивают салфеточки и плетут с шерсти всевозможные мелкие вещицы. Одна из девочек вышивает подушку на диван ирисом и канителью. Все сосредоточены, углублены в свою работу. Еще одна девочка жалуется руководительнице на сестренку, которой она показывает вышивание крестом, но та не понимает ее объяснений. Руководительница сада предлагает девочкам устроить выставку их работ. Девочки в восторге! Еще одна группа детей плетет корзиночки из разноцветных бумажных полосок, клеит коробочки и другие незамысловатые вещицы. Мальчики лепят из глины какие-то башни. Дети ходят на прогулку в Струковский сад и посещают биоскоп. Некоторые из них посещают этот детский сад уже не первый год и ведут себя очень солидно, как старшие. Пожалуй, любимейшими приключениями для детей всех детских садов были пароходные прогулки на Барбашину поляну. Для детей детского сада на Петропавловской площади и для детей детского сада фон Вакана такая прогулка была устроена во второй половине июня. А вот для детей сада на Преображенской улице месяцем позже. Первые две прогулки прошли очень удачно. Дети купались в Волге, ходили в лес по ягоду и бегали по лугу. Им раздавали чай, молоко, лепешки и одно горячее мясное блюдо – лапшу. Руководительницам помогали посторонние лица, которые приняли на себя тяжелый труд участия в этом детском празднике. А вот третья прогулка прошла совсем не так удачно. Во-первых, в июле по случаю холеры было запрещено купаться. Во-вторых, стояли такие жары, что дети быстро перетомились. Ну и, наконец, когда прогулка окончилась, парохода еще не было и пришлось ждать его около часа. А за это время некоторые из детей все-таки успели искупаться. Запомнились детям, посещавшим детские сады летом 1914 года, и походы в биоскоп «Модерн», владелец которого предложил показать биоскопические картины. Дети увидели наводнения в Париже, водопады, неделю авиации в Санкт-Петербурге и некоторые другие картины, которые им очень запомнились. Но особенно понравились картины с юмористическим содержанием. Этот сад ходячий нам называть не надо, потому что ты и сам из такого сада. С вами был Михаил Перепелкин.